Почему так? Почему Тумсо в Швеции, не являясь даже гражданином этой Швеции, он получает это? А мы здесь, в России, будучи гражданами России, мы должны в аптеке покупать эти лекарства. Понимаете, вот для чего делать, чтобы задавать эти вопросы. Если их не задавать, это положение никогда не изменится. Саламу алейкум Тумсо. Тема с этими лифтами в Казани. Затем я сделал ролик, где я осветил сферу здравоохранения. Я заметил, что несколько таких серьезных блогеров российских, они тоже осветили тему здравоохранения, как это работает на Западе и в России, делали сравнение. И считаю, что это очень полезная работа. На эти вещи нужно обращать внимание. И это, знаете, надо делать не так, что вот ха-ха-ха, смотрите, у нас тут есть вот это, а у вас этого нет, какие вы там, значит, убогие. Не в таком формате это делать. Если кто-то так это понимает, я хочу до вас донести, что это не для этого делается, не для того, чтобы перед вами там как-то похвастаться или понтануться, или позлорадствовать, что у вас там чего-то нет. Нет. Я вам клянусь, вот ничего из вот этой сферы, медицины, здравоохранения, социальной какой-то сферы, условий для инвалидов, инфраструктуры для инвалидов, ничего из этого, если у вас будет, от этого я, но мне от этого плохо не будет. Наоборот, я желаю, чтобы это у вас было, в целом у россиян, потому что это не та история, в которой, ну это не политические какие-то вещи. От того, что у вас это будет, от этого мне плохо не станет. А это наоборот для меня хорошо, там ведь проживают мои родственники, мои друзья, их дети, кто-то из них может быть инвалидом, кто-то сталкивается с, ну все мы с вами сталкиваемся с сферой медицины. Поэтому это и наш интерес, чтобы это было, в том числе и во всей России. Но в первую очередь, конечно же, мы говорим о Чечне, так как все-таки большинство из нас живет там. Но в целом желаем это всем и ни в коем случае не злорадствуем. Когда показываем что-то, показываем лишь для того, чтобы тот, кто не знает, а я знаю, что вы не знаете, большинство из вас этого не знает, потому что вы не можете это знать, так как вы этого не видели. А вот если вам об этом не рассказывать, это не показывать, то вы и не будете знать, как это должно быть. Поэтому цель, основная задача, это просто показать вам, чтобы вы знали, вы могли требовать. И в вопросах здравоохранения, я видел там многие комментарии к моему видео, когда люди говорили, расскажи там о минусах. Что там нет минусов? Есть люди, есть минусы тоже есть. Но если бы видео снималось бы для того, чтобы сказать, у нас круче, чем у вас, вот тогда это было бы актуально, рассказывать о ваших минусах, говорить о наших плюсах, вы там обратно. Но наша цель-то не в этом. Наша цель не обгадить западную медицину, понимаете, и поднять российскую. И не наоборот обгадить российскую или поднять западную. Цель в том, чтобы показать, что в России проблемы со здравоохранением. И меня удивляют люди, которые пытаются это оспорить. При этом позиционируя себя еще как мусульмане, когда они пытаются оспорить этот момент, зная, что вот после того, как он запишет это видео, после этого он включит первый канал, и там будет сбор для лечения какого-то больного ребенка, лейкемии, онкологии. Но это не укладывается просто в голове, как такое может быть. Но если там все хорошо с медициной, если она реально на высоком уровне, а здесь все плохо, на Западе, в Европе, то почему там собираются деньги, потом эти деньги тратятся здесь, то есть этого ребенка присылают сюда, чтобы его здесь вылечили за эти деньги. Почему там у государства нет денег на лечение своих граждан, и нет самой медицины, чтобы его лечить. Но как это может быть, как можно сидеть вот так вот перед камерой и так нагло лгать. Ведь все те, кто слушают, они-то это знают, они ведь тоже смотрят телевизор, они ведь тоже видят эти сборы на лечение. У всех у нас ведь есть родственники, у кого-то они болеют, кто-то серьезно болеет. Кто-то там не так часто, но сталкивается, должен в эту больницу попадать. Кто-то кого-то ложил, все ведь с этим сталкивались. И все знают, что это очень проблемная сфера. Вместо того, чтобы с этим спорить, если бы наоборот брали бы какую-то информацию, передаваемую отсюда, и пытались бы ее там применить, сказать этим чиновникам, посмотрите, почему здесь вот так, там точнее, вот так, а у нас здесь этого нет. Почему я прихожу в больницу, и мне говорят, иди купи в аптеке, ну такое-то лекарство, и если ты купишь вот в этой аптеке, там тебе скидку сделают. Почему? Почему вы это мне говорите? А вот Тумсо, смотрите, снял видео и говорит, что положил, значит, ну лег, допустим, в больницу, и ему все таблетки, все что надо, вот полное лечение, бесплатно совершенно оказывается. Почему так? Почему Тумсо в Швеции, не являясь даже гражданином этой Швеции, он получает это? А мы здесь, в России, будучи гражданами России, мы должны в аптеке покупать эти лекарства. Понимаете, вот для чего делать, чтобы задавать эти вопросы. Если их не задавать, это положение никогда не изменится. То же самое касается и инвалидов, и всякой вот этой инфраструктуры для них. Ну мы же знаем с вами, вот витрину где-то сделали, допустим, там в Москве, ну отойди за эту витрину, ведь там дальше начинаются проблемы, зайди в любой спальный район, да вообще выйди из Москвы, в ближайшее, вот Подмосковье, в любой город, заезжаем, все, начинаются проблемы, ты не увидишь там на улице инвалида, колясочника. Не потому что их там нет, потому что у них нет условий для того, чтобы выехать на этой коляске. Они не могут. Здесь ты в магазинах, на улицах, ты встречаешь, даже по дорогам едут инвалиды на своих вот этих креслах. Я не знаю, кресла, ну да, кресла, где целые диваны на жестико такие. Бывает часто, что ты едешь по дороге какой-нибудь, городской, не автобан, конечно, едешь по дороге и раз тебе приходится где-то сбавить скорость, потому что перед тобой едет вот этот колясочник инвалид. И ты там ждешь удобного момента, чтобы безопасно его обогнать. Понимаете, вот в чем разница. Если вы на это будете реагировать не так, что действительно хорошая вещь, надо бы нам это как-то добиться, этого здесь. Если вместо этого будете говорить, так давай мы сейчас скажем, что все, что он говорит, это неправда, на самом деле у нас здесь все это есть, у нас медицина самая лучшая в мире, у нас все для инвалидов, вся инфраструктура это тоже самое лучшее в мире, а там на самом деле все плохо, там все умирают, в больницу обращаешься, ставят тебе неправильные диагнозы, то правда от этого не изменится. Здесь медицина как была хорошая, она так и останется, а там в России она, если была плохой, то станет еще хуже, потому что никто не будет требовать того, чтобы она становилась лучше. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok